Без командировок в горячей точке. Сегодня военком края подчеркнул, что красноярских срочников не будут использовать для ведения боевых действий. В этом году из нашего региона нести службу в войска направят почти 2000 человек. Какие отсрочки действуют сегодня для молодых людей и чем чаще всего болеют те, кого в армию не берут, знает Денис Козлов. Стройным или не очень шагом, кто еще не научился, пойдут в армию от нашего края 1700 человек. Военкоматы заработали вовсю, их около 60 по краю. В отличие от предыдущих призывов, наравне со старыми отсрочками по очной учебе, уходе за больными родственниками и здоровью появилась еще одна. 23 вида отсрочки, в том числе по образованию, по семейному положению, отсрочки по состоянию здоровья. И вот добавляется 24 вид отсрочки. Это для работников в сфере IT. Однако списки IT-специалистов должны подавать сами компании, в которых работают компьютерщики. Стаж по профессии должен быть не менее года. Сейчас по статистике около 70% парней призывного возраста годны для службы. Самыми распространенными заболеваниями у нас является гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка. Ну вот как бы три таких вот прямо основные. В основном это терапевтические заболевания. Особенно их стало больше после перенесенного ковида, особенно бронхиальной астмы. Как заявляют представители комиссариата, на место проведения специальной военной операции срочников никто отправлять не будет. Через три месяца после начала службы солдат может подписать контракт. Именно контрактники сейчас привлекаются к выполнению задач на Украине, говорят в Министерстве обороны. Военнослужащие срочной службы не будут применяться в боевых действиях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как сказал уже президент, вот тот случай, когда срочники оказались в зоне боевых действий, сейчас проводит проверку военная прокуратура, по окончанию ее работы доложит верховному главнокомандующим. Выросло число тех, кто в армию хочет идти добровольцам, рассказывают военком Края. Их несколько тысяч. Правда, большинство на службу не берут. Возраст или отсутствие подготовки сказывается. Мобилизационный резерв будет использоваться в крайних случаях. В случае агрессии против Российской Федерации в составе отмобилизованных подразделений пройдут подготовку и будут в соответствии с решением верховного главнокомандующего и генеральным штабом использованы для отражения агрессии против Российской Федерации. Прибавилось в разы и тех, кто хочет идти по контракту, рапортуют военные. Весенний призыв продлится еще несколько месяцев и закончится только 15 июня.